Привет! Вы на канале Покупалки. Знаете, какой сегодня день? О, вот тот паренёк в синей футболке сказал правильно. Сегодня отличный день для распаковки Хэтчинималс. В анонсе обзоров я уже рассказывал о том, что это такие секретные пакетики, в каждом из которых находится одно случайное существо. Всего в серии их 70, и это первая волна, значит будут ещё. Таких пакетиков у меня сегодня 5 штук, но если вам понравится их распаковка, то обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы я заказал ещё. Потому что лично мне очень нравится распаковывать секретные пакетики, в этом такой азарт есть и интерес увидеть то, что попадётся, ну, совершенно секретное и неизвестное. Ладно, хватит болтовни и поскорее пойдёмте распаковывать эти пакетики. Кстати, да, фон сегодня немного непривычный, вот такой. Я постарался сделать его поярче, но, к сожалению, под рукой у меня оказалось только Лего. Да, он немного не в тему к открыванию пакетиков со зверьками, но я думаю, ничего страшного и вы на меня не обидитесь. И вот они все сегодняшние 5 пакетиков, сейчас мы и будем открывать. А, точно, приношу извинения, во вступлении я немного неправильно сказал. Называются они Hatchimals, а не Hatchinimals. Я просто подумал такие, зверьки, Animals, значит это Hatchinimals, и сказал, а оказывается это Hatchimals. Так что вот такая забавная оговорочка вышла. Сейчас буквально полминутки посмотрим упаковку и перейдём к открыванию. Ну так вот, это Hatchimals, первая серия, 70 фигурок, видимо, в первой серии будет. Производит их спинмастер, внутри этой упаковки одна фигурка есть. И оформлена она, кстати, в виде большого яйца. Есть такие наборы Hatchimals, в которых есть одно такое большое мохнатое существо, которое само вылупляется из яйца. Это такая интерактивная игрушка наподобие Фёрби. И если вам будет интересно, я вам её обязательно покажу. Ну а сегодня у нас пакетики. Открываем первый. Меня было дело даже поставило в тупик то, как их надо открывать. Оказывается, во-первых, вот это сердечко можно потереть, и оно из фиолетового станет таким светло-фиолетовым или даже розовым. Вот, видите, оно светлее стало. Ну а во-вторых, чтобы открыть его, надо на это сердечко надавить. Вот примерно вот так. Тогда яйцо сломается, и мы сможем вынуть фигурку. И внутри у нас... Внутри... Ой, сколько мусора. Внутри у нас... Не добраться ещё до того, что у нас внутри. И внутри у нас была вот такая маленькая милая коала. Хотя, знаете, по-моему, это не просто коала, а её помнить с драконом. Я потому что по-другому не могу объяснить наличие крыльев и чешуя на брюшке. Вообще, существо довольно миленькое и приятное. Сделано из такой мягкой резины. Ушки мягкие, лапки гнутся, крылья тоже, блёстки. Блёстки не слезают, это очень хорошо, значит, качество высокое. В общем, вот такая вот коалка. Интересно, у них имена есть какие-нибудь или нет? Надо посмотреть, был ли внутри вкладыш. Нет, внутри никакого вкладыша. Но, к сожалению, имя его мы пока не узнаем. Так что открываем следующую упаковку. Капсулка у нас здесь опять фиолетового цвета, опять с фиолетовым сердечком. Только в предыдущий раз у нас крапинки были оранжевого цвета, а здесь зелёные. И здесь уже какое-то другое существо. Кстати, надеюсь, сегодня повторок не будет. И здесь панда. Розовая милая панда. Она опять с крыльями. Не знаю, почему у всех этих существ крылья, но, надеюсь, у других не будет. Потому что мне хочется какой-нибудь другой тип существа без крыльев. А так, это два крылатых медведя. Но пандочка такая чуть менее интересная. У неё так себе поза. Она вот такая вот лежачая, типа смеётся. Её, видимо, кто-то щекочет или там что-то с ней случилось. И глаза закрыты. Хотелось бы, конечно, чтобы у неё были открытые глаза. Потому что у Куала они довольно миленькие. А так тоже неплохая и довольно милая фигурка. Двигаемся дальше. Кстати, к разговору о других существах. На обложке есть также зебра, кот и вот такой вот маленький жираф. Да, судя по всему, это жираф. Надеюсь, мне попадётся кто-нибудь, кроме медведей. В этот раз яйцо с белыми крапинками. Ой, нам попалась, по-моему, редкая. Смотрите-ка. Ну, вылезай отсюда, давай. Какая же она крутая! Это мало того, что очень крутой лисёнок, так он ещё и прозрачный. Обычно прозрачные фигурки это либо ограниченные серии, либо просто редкие, либо даже суперредкие, когда как. И вот такая вот прям очень классная. У него белая отделка, белый кончик хвостика, белая мордочка вот такая, глаза очень милые, и даже виднеется розовый язычок. Кстати, покрашено всё для такой фигурки очень хорошо. Обычно таких маленьких существ или фигурки из яиц, там из секретных пакетиков красят довольно небрежно. Но здесь прям очень здорово и аккуратно всё. Да, я понимаю, что покраски немного, но очень классная. И вот этот лисёнок теперь прям мой фаворит. Он очень классный и очень милашный. Так, посмотрим, что у нас ещё попадётся. Вдруг нам попадётся ещё какая-нибудь редкая фигурка, прозрачная там или ещё блестящая, например, полностью. Так, открываем, доставаем. Нет такого слова, нет, не используйте его. И открываем ещё раз. Ух ты, там что-то интересное. Это дельфинчик! Дельфинчик класс! Кстати, дельфинчику вполне себе такой цвет подходит. Но он немножко грустный какой-то, слушайте, он реально грустный. Дельфинчик, почему ты такой грустный? Что с тобой случилось? Наверное, ты грустный, потому что у тебя крылья на голове, и они тебе здесь не очень нужны. Честно сказать, если бы крыльев не было, фигурка была бы вообще отличная, а так она немного странно смотрится. Но да ладно, в любом случае она прикольная. Знаете, когда распаковываешь что-то интересное, время прям очень быстро летит, и я, честно сказать, даже сам не заметил, как остался у нас всего один пакетик. Надеюсь, в нём попадётся что-нибудь очень крутое. Достаём. Здесь у нас яйцо опять с зелёными крапинками. Такое у нас уже было. В нём нам попалась, по-моему, вот эта вот пандочка розовая. Ой, вы чё-то попадали все. Розовая пандочка нам в нём попалась. Здесь тоже, надеюсь, что-нибудь интересное попадётся. Напоследок потру ещё немного, чтобы она прозрачной стала. Прикольно сделано. Не знаю зачем, но прикольно. И открываем. Ух ты! Это знаете кто? Это бельчонок, по-моему. Только он вылезать очень не хочет оттуда. Ему хвост мешает. Это жёлтый крылатый бельчонок. И, кстати, да. Вот снова существо, которому этот цвет подходит. В принципе, такой вот оранжево-бурый бельчонок вполне может быть. Огромные глаза с ресницами у него. Зубы нарисованы даже. Вот мордочка прям очень классная. А на животе опять чешуйки и крылья сзади. Кстати, крылья эти не совсем драконии, потому что они из перьев сделаны. Я вот сейчас рассмотрел. Так что, честно сказать, я теряюсь в том, что это за существа такие. А сзади у него также огромный хвост с завитком, который можно даже распрямить, но делать мы этого не будем. В общем, вот такая вот белочка. Я вот сейчас поискал в интернете имена этих существ, и оказалось, что, правда, имён у них нет. Но зато они делятся на отдельные такие группки по виду... по месту обитания, наверное. Так, ну, во-первых, бельчонок относится к лесу. Кит к океану. Вот эта пандочка относится к семейству Джигли Груви. Проще говоря, это хихиканье. Именно поэтому она как будто смеётся, лежит на спине и хохочет над чем-то. Ну и вот этот лисёнок относится к семейству Полярный рай. Ну, в общем, вот такие зверьки у нас сегодня были. И знаете, они мне понравились, и я бы даже с удовольствием их коллекционировал. Напишите-ка в комментариях, кто из них больше всего понравился вам. Лично мне, лисёнок. Ну а кто вам, я узнаю, когда вы напишите это в комментариях. И, пожалуй, на этом можно подводить итоги и прощаться. Ну, вот и подошёл к концу сегодняшний обзор. Но не расстраивайтесь, скоро мы увидимся вновь. Если вам понравилось сегодняшнее видео, сегодняшняя распаковка, то ссылочку на вот этих вот хатчинимус вы можете найти в описании под этим роликом. Перейти и заказать себе. Пораскрывать такие пакетики, порадоваться тому, что вам попадётся, поколлекционировать их, а может быть даже снять об этом видео, почему бы и нет. На этом я с вами буду прощаться. Не забудьте поддержать видео лайком, канал подпиской. Также пишите в комментариях свои пожелания и предложения. И, конечно же, жмите колокольчик под этим роликом, чтобы получать уведомления о новых видео. На этом уже точно всё. С вами был Широ и канал Покупалкин. Ещё увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok